Ситуация с правами человека в России за минувший год ухудшилась к такому выводу. В своем традиционном докладе пришли правозащитники Amnesty International. Речь идет о репрессивных законах и ограничении свободы мнений и собраний. Впрочем, тенденция на ухудшение ситуации с правами человека в 2016 году и за пределами Российской Федерации. Все подробности у моего коллеги, корреспондента РТВА в Москве Николая Старобахина. Ежегодный доклад Amnesty International о правах человека выкрашен во всех смыслах. Черной краской. Вывод правозащитников неутешителен. В 2016-м мир становился более мрачным и менее стабильным. А само словосочетание права человека для многих теперь не благая цель, а объект критики. На традиционный вопрос о ситуации в России правозащитники дают традиционный ответ. В прошлом году она опять ухудшилась. Новые законы еще больше ограничили свободу мнений и мирных собраний. Продолжаются аресты участников оппозиционного митинга на Болотной площади. Еще пятилетней давности. В список иностранных агентов включили еще 35 некоммерческих организаций. В частности, общество «Мемориал». Сейчас в официальном реестре 103 агента. Но правозащитников пугается даже не количество. Какое-то отвратительное клеймо придумано. Иностранный агент. Коннотация «foreign agent» для английского уха – это совершенно другое, чем для российского слушателя, которого иностранный агент совершенно четко ассоциируется с шпионской деятельностью. Попытка ошельмовать, очернить этих людей в глазах публики, которая, может быть, и не обязательно разбирается, чем занимаются эти самые НКО. Это очень опасные игры. Кстати, в прошлом году за нарушение закона об иностранных агентах в России возбудили первое уголовное дело председателю союза «Женщины Дона» Валентине Черевазенко. Теперь грозит два года тюрьмы. И, кстати, в этом правозащитники видят еще один сигнал. Преследованию подвергаются люди непубличные. То же самое и в случае с пакетом Яровой поправками к антиэкстремистскому законодательству. По данным правозащитников, 90% дел по высказываниям об экстремизме возбуждаются за посты и даже перепосты в интернете и наказывают обычных граждан. Выбирается кто-то среднестатистический, чтобы запугать всех остальных среднестатистических. Все приходит к тому, что люди опасаются. Они запуганы и они будут воздерживаться от высказывания своего личного мнения публично в сети ли, на улице ли. Если прежде на ситуацию в России обращали внимание другие страны, то теперь и за рубежом немало проблем с правами человека. И речь, конечно, не только о Сирии и Йемене. Правозащитников тревожит заявление президента Турции, главы британского правительства, действия французских властей, но больше всего избранного президента США. Amnesty International насчитала семь потенциально опасных решений всего за один месяц с нахождением власти Дональда Трампа. Мы говорим о том, что проблема беженцев игнорируется высокомерно, безапелляционно. Мы говорим о дискриминации по признаку религиозной принадлежности, ускоренная процедура депортации. И это то, что мы называем политикой демонизации. Яркое проявление – это политика администрации Трампа. В мире не решена проблема беженцев. Принимаются законы, ущемляющие права человека, укрепляются силовые службы, радуют правозащитников лишь отдельные случаи. Например, в прошлогоднем докладе говорилось о секретных тюрьмах на территории Украины, контролируемых СБУ. Официальный Киев все обвинения отрицал, однако за этот год 19 человек были освобождены. А вот с обратной стороны, со стороны Донецкой Народной Республики, таких подвижек нет.